Всем привет. Сегодня у нас третья лекция, и на ней мы поговорим о том, о таком вещи, как модульность. Модульность в JavaScript. Но, по сути, начнем мы с того, что такое замыкание или как работает JavaScript. В JavaScript есть функции. Вот. И JavaScript так устроен, что все перемены внутри функции — это свойства специального внутреннего объекта, lexical environment, лексическое окружение, которое создается при ее запуске. То есть если мы имеем какую-то функцию sayHello, то при запуске этой функции создается объект lexical environment, и в него кладутся все переменные, которые создаются внутри этой функции, которые в ней доступны. То есть в ней лежат аргументы этой функции для начала, ну и также все локальные переменные, которые создаются в работе этой функции. То есть в данном примере внутри lexiconvarm лежит переменное свойство name, это аргумент функции, и свойство magic number, это вот эта переменная, которую мы внутри функции создали. Соответственно, есть внутренние переменные для функции, то есть это ее аргументы и локальные переменные функции, а есть внешние переменные, то те переменные, которые мы объявили снаружи функции где-то в других местах, но которые доступны внутри этой функции по названию переменной. Соответственно, для таких переменных, для сокупности таких переменных, все эти переменные лежат в специальном окружении, называемом scope. И у каждой функции, если открыть ее в дебаггер, есть такое свойство, квадратная скобочка, квадратная скобочка, скобка, квадратная скобочка, квадратная скобочка. Это ссылка на объект, в котором лежат все переменные, в которых доступна эта функция, то есть это окружение функции. Есть лексическое окружение, это внутренние переменные, и обычное окружение, scope, это внешние переменные. Соответственно, для этого примера внутренние переменные или лексическое окружение точно такое же, но добавляется внешнюю область видимости – window. И в этой области видимости, window, доступны другие переменные, например, переменная overname. Соответственно, если у нас функция объявляется внутри другой функции, то окружением внутренней функции является лексическое окружение функции, в которой она объявлена То есть внутри этой функции scope ссылается на лексическое окружение внешней функции Еще раз повторим, есть лексическое окружение функции say hello, в нем находятся два свойства name и magic number А scope ссылается на такой объект, в котором находятся overnumber и overname, overname и say hello То есть сама функция является переменной лексическое окружение наружной функции Для наружной функции лексическое окружение составляет две переменные, это переменная overname и сама функция say hello А в наружном окружении или scope этой функции является объект window То есть у каждой функции есть по сути два таких псевдосвойства Это scope и это лексическое окружение. И именно в работе… Вот. И разница в том, что лексическое окружение создается на каждый запуск функции, а scope, он создается в момент объявления этой функции и больше не меняется. Вот. И на основе… Вот. На понимании различий между этими вещами, собственно, и строится понимание того, как работает замыкание в языке JavaScript. То есть, если мы имеем функцию сам, которая возвращает другую функцию, то так как scope этой функции создается в момент ее создания, ну, как бы присваивается этой функции в момент ее создания, то даже если мы эту функцию вернем и передадим по значению в какое-нибудь другое место нашей программы, то scope останется привязанным к этой функции. И все переменные, которые в этом scope были, останутся привязаны к этой функции. То есть, в данном случае, scope этой функции, вот этой, которая вернется из функции сам, будет содержать одну переменную operant1. А так как в момент вызова функции сам этой переменной была равна 3, то, по сути, в scope этой функции будет лежать объект со свойством operant1, 2.3. Вот. Именно поэтому при вызове этой функции, когда мы вызываем ее на восьмой строчке, переменная operant1 берется из scope, и она в этом scope равна 3. А переменная operant2 — это переменная из лексического окружения, по сути, она равна аргументу объекта. И в итоге у нас на этой строчке выявится 3 плюс 6 — 9. То есть, вот эту переменную plus3 — это функция, с которой ассоциируем какой-то scope. И эту функцию мы можем передавать в другие места программы. И эта переменная operant1 вместе со scope будет также передаваться в другие места программы. Вот эта вещь называется замыкание. То есть, мы взяли объект scope, привязали ее к функции, и эту функцию мы можем передавать в другие места программы, и, по сути, вот этот scope будет, так сказать, привязан к этой функции. Вот. Соответственно, на этой вещи строится очень много нюансов, очень много таких… Ну, в общем, она постоянно встречается в программировании на JavaScript. И поэтому очень важно понимать, как работает эта вещь. Это одно из таких… Одно из самых банальных и самых распространенных вопросов на собеседниках про то, как работает лексическое окружение, про то, как работают замыкания в JavaScript. Вот. Проиллюстрирую еще раз то, что я сказал. Вот. В этой функции scope — это объект с одним оперантом, с одной переменной operant1. Вот. Момент вызова этой функции — operant2 становится равен 6. А в наружной функции лексическое окружение — это переменная operant1, а scope — это window. Соответственно, поэтому, когда мы вызываем плюс 3 с аргументом 6, operant1 берется из scope, а operant2 берется из лексического окружения. То есть это я еще раз повторил то, о чем я говорил на предыдущем слайде. Соответственно, мы можем создавать приватные перемены таким образом. То есть перемены, которые после определения… Ну, их нельзя переопределить. Если мы создадим переменную private operant снаружи, например, напишем window.private operant равно единичке, то в любом другом месте программы мы можем эту переменную переопределить. Но переменные, которые находятся в замыкании, переопределить нельзя снаружи функции, потому что они привязаны к скопу этой функции, и изменить их, кроме как изнутри, уже не получится. В момент того, как эта функция будет выполнена, и мы вернем вот эту функцию с привязанным к ней скопом, а доступа к этой переменной, кроме как изнутри функции, уже не будет. Именно таким образом можно эмулировать приватные перемены в JavaScript. По сути, в JavaScript нету приватных свойств, методов, ничего такого. Все, что мы объявляем в объектах, доступно всегда. Но с помощью такого образа можно спрятать какую-то переменную в замыкании, и доступ к ней будет иметь только функция, в которой это замыкание присутствует. Вот. И демонстрирую пример. Функция. Мы внутри нее объявляем переменную. Так как в JavaScript я функциональна облассеянности, то эта переменная недоступна нигде, кроме как внутри этой функции. Вот. И вызывая эту переменную, мы как бы внутри функции имеем доступ к этой перемене, а снаружи функции доступа к этой перемене нету. Консоль ок вернет нам undefined. Соответственно, можно сделать функцию анонимной. Если мы хотим выполнить какое-то действие с приватными переменными, но не хотим при этом создавать какую-то функцию с именем, то мы можем сделать ее анонимной. Или даже самовзывающейся. То есть вот эта анонимная функция, у нее нет имени, она просто, ну вот, мы просто объявили функцию, литерал функции, без имени. И сразу же ее вызвали. То есть объявили функцию, вызвали функцию. Это называется самовызывающаяся функция, по сути. Ну или немедленно вызывающаяся функция. То есть функцию только создали, сразу же выполнили. Вот. И внутри этой функции код будет работать с переменами, которые я беру внутри ней, как с приватными переменами. А снаружи они не будут видны. Именно на этом приеме основана такая вещь в JavaScript, как модули. То есть если в любых других языках программирование, например, в Python или в Java, есть модули, есть файлы с классами, и переменные, которые объявляются в этих модулях, в этих классах, они доступны только внутри этого модуля, а в других файлах программы недоступны. То в JavaScript все переменные, как я говорил на второй лекции, если они глобально объявляются, то есть просто написали var что-нибудь, равно что-нибудь. Эта перемена становится глобальной, доступна сразу же в любых других местах программы, независимо от того, должен ли быть доступ, где она была объявлена. А модули — это функционально законченный фрагмент программы, оформленный в виде отдельного файла с исходным кодом, предназначенный для использования в других программах. Говоря другим языком, модули — это функция, ну и данные, которые нужны для ее выполнения. То есть мы объявляем внутри модуля какую-то переменную и здесь выполняем какие-то функции с этой переменной. А снаружи этой функции они не видны. То есть по сути самовызывающаяся функция может эмулировать в каком-то виде модуль, ну такая аналог модуля из других языков программирования. То есть что мы имеем? Мы имеем какой-то класс. Этот класс может работать с какими-то переменными. Вот. Этот класс может брать из Windows какую-то, допустим, импортируемый модуль, условно говоря. Вот. И этот же класс может... Эта функция, этот модуль может экспортировать переменную Windows, глобальную переменную, какую-то другую функцию. Вот. То есть внутри модуля у нас есть глобальный объект Windows. Мы из него можем брать какие-то объекты, мы можем туда какие-то объекты засовывать. Это те вещи, с которыми мы хотим делиться с другими модулями. Вот. А если мы хотим создать переменную приватную, которая видна будет только внутри этого класса, то мы пишем просто let равно что-нибудь, let, название переменной равно что-нибудь, и работаем с этой переменной, как будто бы как с приватной переменной. Вот. Именно на этом приеме строятся модули в JavaScript. Вот. Соответственно, из правил хорошего тона есть правило о том, что на один файл стоит писать один модуль. Как бы, по сути, JavaScript не ограничивает вас. Вы можете в одном и том же файле объявить несколько таких самовызывающихся функций, но это, скажем так, плохой подход, он ухудшает читаемость. Гораздо лучше объявлять отдельный файл в отдельном модуле, то есть модуль, класс, в нем переменные, и одна на один файл, один модуль. Вот. И, соответственно, работать с модулями так становится намного проще. Итак, самовызывающиеся функции, как мы выяснили, это самый простой способ организовать модули в JavaScript. Вот. На самом деле есть несколько синтаксисов модулей таких. Все они так или иначе основаны на таком способе, на самовызывающихся функциях, но просто немного по-разному оформлены. О них речь пойдет чуть-чуть позже. Сейчас я лишь забегу немножко вперед и расскажу о новом синтаксисе модулей, который появился в версии стандартной JavaScript 2015. Появили следующие ключевые слова «импорт» и «экспорт», которые позволяют импортировать и экспортировать модули. Вот. Соответственно, теперь мы в одном файле можем объявить какой-то класс и экспортировать его, в другом файле мы можем его импортировать из этого класса и использовать. И это уже чуть-чуть более похоже на тот вид модульности, который присутствует в таких языках, как Python или, например, Java. Вот. Но эта возможность еще достаточно новая, и поэтому поддержка браузеров оставляет желать лучшего. То есть сейчас на данный момент этот вид модуль доступен в Chrome, в Safari, в iOS Safari и в Opera, Firefox и Edge под флагами. То есть не по умолчанию, а надо включить специальную настройку. Вот. Проверить то, насколько хорошо поддерживается та или иная возможность браузерами, можно на специальном сайте kanayus.com. В нем можно проверить поддержку разных сейсов свойств, проверить поддержку специальных возможностей JavaScript, наподобие ES6 модулей и прочие подобные вещи. А мы перейдем дальше. Зачем нужны модули? В основе разработки, ну, в основе одного из хороших приемов разработки лежит так называемый модульный подход к разработке. То есть это ситуация, когда мы пишем код не в одном файле, не в одном теге скрипта, а разбиваем его логическим образом на разные файлы, на разные модули. Соответственно, если взять какой-нибудь сайт, то его можно логически разделить на какие-то модули. Например, компонент Toolbar, компонент Menu, или компонент списка папок, компонент списка писем. Соответственно, модульный подход к разработке во фронтенд разработке, это в том числе и про то, как именно разбивать код наших компонентов, код элементов страницы по файлам. Продемонстрирую это на практике. Модульный подход к разработке. О чем это вообще вот вещь? Вот вспомним нашу практику, да? То есть все, что было в прошлом семестре, ой, на прошлом занятии. У нас был какой-то паблик, был main.js, тут был какой-то код, да? Функции, все дела. Аутх, вроде нормально видно. Вот чуть выше сделать. Аутх, тут хуэ май, все дела, в общем, клево. Относительно прошлого занятия, я чуть-чуть доработал сервера и добавил еще метод get.users. Ну, то есть возможность получить список всех пользователей, ну, как бы в виде массива. Нам в наших играх нужно делать скорый борт будет, и этот метод позволит нам вывести список всех пользователей в виде таблички, там, астреливать ее по имени, там, по очкам, по чему-нибудь еще. Весь код есть уже в репозитории, в гитхабе. То есть переписывать его за мной не нужно, потому что я буду писать его быстро. Ну, смысл практики не в том, чтобы вы переписывали за мной код, а в том, чтобы вы смотрели, как правильно создавать программу. Поэтому, если вы хотите это запустить у себя, то просто склонируйте репозиторий. Вот. Итак, допустим, вот у нас есть два метода Аутх и хуэ май, которые позволяют зарегистрироваться и, по сути, залгинеться пользователям. А мы хотим добавить третий метод, который позволяет получить список всех пользователей. Что мы делаем? Мы берем вот эту функцию, да, берем, по сути, полностью ее копируем, да, и что делаем? Заменяем здесь slash.me на slash.users. Отлично. Вот мы написали новую функцию. А какой минус у такого подхода? Что можете назвать? Дублирование кода. Отлично. Если у нас в приложении будет 10 методов API, то, соответственно, будет просто 10 одинаковых функций, в который будет просто что-то меняться. Немножко. Там какой-то параметр, какая-то переменная. Как бы, кажется, было бы круто придумать какой-то способ, чтобы от этого дублирования избавиться. Можно передавать URL. Отлично. А можно сделать как бы получше. То есть, по сути, смотрим. Вот у нас есть Аутх, у нас есть какая-то функция. Так, давайте назовем ее getScore. Скорость, да? Отлично. У нас есть какие-то функции, которые, по сути, делают одно и то же, просто с разными параметрами. Давайте вот это вот одно и то же вынесем, скажем так, в отдельную функцию, а еще лучше в отдельный модуль. И напишем ее в отдельном файле. То есть, писать весь код в одном файле, это не очень хороший подход. Потому что сейчас у нас в нем 530 строк-кода, а когда вы будете нормальные игры писать, ну то есть, то, что мы от вас требуем, там будет просто, не знаю, тысяча строк-кода. И ориентироваться в этом файле как-то не очень хорошо. Так вот, в JavaScript тоже можно с помощью модулей, с помощью того, о чем мы вам рассказывали, разделять ваш код по различным файлам. То есть, какую-то часть логики в одном файле, какую-то часть логики в другом файле, и они друг с другом могут взаимодействовать таким способом. Обычно, вот, например, мы делаем запросы, пост-запросы, get-запросы. Вот эту логику выполнения запросов обычно инкапсулируют в какой-то класс, назовем его, например, в какой-то модуль. Назовем этот модуль, допустим, модуль HTTP, да? Давайте создадим папку в нашей паблик. Допустим, module.less, так и назовем ее. Модули, просто модули. И создадим здесь модуль HTTP. То есть, берем, создаем JavaScript file HTTP. Отлично. Что мы здесь делаем? Мы здесь создаем модуль, то есть, пишем самовызывающуюся функцию по старинке пока еще. Что? Какие импорты? Блин, у меня старый хром. Отвали. Что мы здесь делаем? Здесь мы создаем класс, да, класс. HTTP. И у него создаем два метода, допустим, get и post, да? У метода, методы можно создавать статически, это те методы, которые вызываются именно у класса. Ну, в общем, такие же статические методы, как в C-Sharp, Java, там, в других языках, именно объект-ориентированных. Метод get и статик метод post. Пост, круглые скобки. Отлично. Создали класс, и теперь давайте его заэкспортируем. То есть, напишем window.http равно http. Теперь мы этот файл должны подключить на нашу страницу, потому что если мы этого не сделаем, то у нас как бы ничего работать не будем. Берем индекс.html, делаем вот так вот, и подключаем. Modules.http.js. И отлично, теперь мы в main.js можем вот этот код заменить на такую конструкцию. const.http равно window.http, да? И здесь вместо вот этого добра, давайте мод это добро немножечко закомментируем, чтобы не потерять. Пишем вот так, function.out. Здесь мы получаем на вход все то же самое, но вызываем не вот так вот, а вызываем http.post. и передаем, допустим, вот таким способом. Назовем user, да? равно объект. Отправляем пост запрос куда? на слэш аутх. Аутх. Пост запрос с каким телом? Допустим, с телом user, с объектом user, и callback, соответственно, передаем третьим аргументом. Таким же образом мы пишем оставшиеся два метода, то есть function whoami. Она ничего не принимает, принимает только callback, потому что это get запрос, он без тела идет. Соответственно, здесь http.get slash me callback. То есть мы делаем get запрос на какой-то адрес, ну и callback передаем, потому что нужно передать callback. И, соответственно, делаем function get, давайте не get, а lot, наверное, скорость. И здесь тоже передаем callback, потому что это, по сути, тоже get запрос. Узерс, там у меня было юзерс. Вопрос, да? В каком приятном? Важно, потому что если мы сделаем таким образом, то есть поменяем здесь эти два файла, то когда этот файл будет исполняться, этот файл еще не выполнится. Соответственно, вот на этой строчке, в Windows.http, http будет равен to define it. Поэтому, когда мы разделяем наш файл на модули, становится важен порядок, в котором мы эти модули загружаем. Ну, точно так же, как с обычными переменными. Если мы объявили какую-то переменную ниже, а используем ее выше, то она, как бы, будет равна to define it, до того, как мы ее не объявим явно. Вот, соответственно, когда мы разделяем наш файл на модули, становится важен порядок загрузки этих модулей. У модуля есть зависимости. То есть вот это, например, вот это, вот это как бы зависимость модуля. Этот модуль, ну, по сути, это еще не модуль, но если мы объявляем функцию, то это тоже будет модуль. Он зависит от модуля http. И, соответственно, модуль может что-то экспортировать, и он становится сам зависимостью. То есть модули могут иметь зависимости и быть сами зависимостями. Но это называется циклические зависимости, и, по сути, поведение такое же, как и в других языках программирования. Это либо какой-то специальный алгоритм, то есть там договоренность, что первый модуль он что-то экспортирует, а второй получит undefined. Либо там будут какие-то ошибки, либо что-нибудь еще. В JavaScript это все зависит от реализации. В такой реализации это будет, ну, как бы, какой-то модуль все равно раньше загрузится. И тот модуль, который раньше загрузится, у него будут переменные не объявлены, соответственно. Если использовать импорты, то загрузки модуля не важны, потому что право же сам решать, как вам порядка их загружать. Ну, вот, да. А, и так, чтобы, как бы, функцию там и вызвали, да, давайте ее напишем. То есть, что мы делаем? По сути, берем просто вот это добро, вырезаем тогда, вставляем сюда в пост. И раз комментируем. Что у нас здесь передавалось? У нас здесь передавался path, да, у нас здесь передавался body и callback. Пусть поставляем вот сюда. Body поставляем вот сюда. Это удалим. И callback у нас вызывается с тем, с чем вызывался. Отлично. И осталось таким же образом скопипастить уже написанный метод get, просто сделать его чуть-чуть более универсальным. Вырезаем. Вставляем. У нас get принимал что? Путь. И callback. Соответственно, здесь делаем path. Path. А здесь callback остается тем же самым. Отлично. Вот мы уже написали свой первый модуль, по сути, модуль, который предоставляет набор методов для работы с запросами. То есть, когда у нас будет 10 запросов, 10 разных концов API, которые надо будет вызывать, там, допустим, вернуть имя пользователя, залогиниться, как-то отправить, обновить скорую, что-то купить в магазине, получить список всех пользователей, получить список 10 крутых пользователей, 10 самых, не менее крутых, то у нас, по сути, будут как бы функции не длинные, а короткие. У нас просто будут вызываться методы HTTP POST с нужными параметрами. То есть, одно из преимуществ разделения кода по модулям, это, собственно, избавление от дублирования кода. Там вопрос был? Или уже нет? Нет. Точно? Отлично. Круто. Один модуль мы написали. Давайте подумаем и посмотрим на это добро. Вот эти три метода, они, по сути, работают, ну, скажем так, с одной и той же частью вашего приложения. То есть, с пользователями. Это авторизация пользователя, регистрация пользователя, там, получение списка всех пользователей. Обычно такие методы, которые работают вот с одними похожими вещами, объединяют тоже в модуле. Давайте сделаем это. И попробуем создать модуль, который предоставляет методы для работы с пользователями. То есть, такие методы обычно называются сервисами. Ну, по крайней мере, в нашем курсе, они идеологически называются так уже достаточно давно. Сервисес. Да? И, пла-пла-пла-пла-пла-пла. Назовем это дело юзер. Сервис. То есть, это какой-то модуль, который что-то там с юзерами нам позволяет делать. Делаем из него модуль, делаем юзетрикт. Этот модуль, так как он работает с юзерами, то, по идее, он внутри себя должен делать запросы. Ну, на регистрацию, на авторизацию. Соответственно, у этого модуля уже есть зависимость на HTTP. Давайте ее, как бы, так сказать, заимпортируем. То есть, импортируем HTTP. Windows.http, создадим класс. User. Service. 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 И возьмем просто эти все, вот эти методы. Вынесем их вот-вот в этот сервис. Ну, и что, немножечко так, аутх, тут хлымай. Вот, скорость. Отлично. Ну, и какой-то конструктор. Конструктор. И экспортируем его обратно. Windows.user.service равно user.service А, что я сделал? Закрыть. Соответственно, в методе main мы можем его получить user. Service. Здесь нам уже, по сути, HTTP не нужно. Мы вызываем методы HTTP. Извините, он на два раза появился бы, что вы думаете, что в HTTP? Нет. Все модули загружаются вот как на текст-скрипт. Если у нас есть текст-скрипт, загрузился файл. По сути, это называется модуль, но это как бы просто JS-файл. И они загружаются по порядку, но что-то оставляют после себя в Windows. Что-то из Windows забирают, что-то там оставляют. Поэтому, как бы, файлы дважды не грузятся. Вот. Здесь, что you. User.service. Вот. В таком порядке. Сначала нам нужно HTTP получить, потом user.service, потом main. Соответственно, здесь мы можем сделать const. И сделать user.service, там, допустим, out. С какими-то там переменными. Что у нас здесь было? Pass. Ну, и здесь какой-то callback передали, да. И вывести все это добро. То есть, теперь вот от этого кода мы можем избавиться. От какой-то части кода вот здесь мы можем, по сути, избавиться. Ну, там со звездочкой надо будет переписать, конечно. Но в целом вот здесь вот что-то еще можно будет убрать. То есть, мы взяли, вынесли какую-то часть в отдельный файл. А самый главный файл, по сути, с приложения, с бизнес-мойкой, он стал меньше. Просто использовать методы из другого файла. То есть, по сути, те же самые приемы, которые вы используете там в C, в Java. Разделение по классам, по модулям, по всяким статическим утилитарным классам. Вот оно все работает и здесь. Просто это все выглядит примерно одинаково. Но работает вот так вот. Соответственно, все другие части вашего приложения, которые можно таким образом объединить, стоит объединять вот в отдельные модули, для того, чтобы их можно было удобно переиспользовать, избавляться от дублирования кода. И еще там для тестирования это полезно. Мы можем как бы не загружать все наше приложение, если мы хотим какую-то часть, допустим, протестировать, а поменять только ее. Соответственно, если мы захотим, допустим, вот в методе user-service, допустим, у нас на сервере было slash.me, а потом у нас взяло, поменялось, и теперь это slash.login. То нам нужно будет изменить вот этот метод, вот этот логин, этот параметр, только в одном месте здесь, а не во всех остальных местах, если бы мы использовали HTTP, явно вот везде, где нам нужно сделать логин. То есть это помогает, избавление от дублирования помогает удобным образом рефакторить ваше приложение. Вот такие вот темы. И, как правильно говорилось, в модуле очень удобно бывает создавать, ну, удобно бывает создавать модули, которые являются, по сути, компонентами вашего приложения. То есть, как было там на слайде, какая-то модуль с функциональностью кнопки, модуль с функциональностью тулбара, модуль с функциональностью какой-нибудь формы входа. И эти модули обычно называют блоками, как правильно сказал Дим. Давайте создадим какой-нибудь блок. Просто продемонстрирую блок. Блок с... Нет, блок, 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 блок. Блок с... Это папочка. Не, не хочу. Нет, нет, нет. Пишем функцию, function. И экспортируем ее. Call window.block равно блок. Вот. Блок это, как бы, типа, самый базовый класс блока. То есть, дальше от блока можно наследоваться, допустим, блок ссылки, блок кнопки, блок импута. Потом можно из блоков создавать сложные блоки. То есть, допустим, блок формы, который в себя можно включать и импуты, и кнопки, и ссылки, и много чего подобного. И создавать, таким образом, иерархию компонентов блоков. И уже использовать в вашем приложении не вот это вот добро. То есть, не писать вручную каждый раз, когда нужно создать ссылку, документ там, допустим, create element, set attribute, set attribute. А инкапсулировать вот это вот все добро в какую-то функцию и вызывать одну функцию. Или даже еще больше. То есть, можно инкапсулировать дальше и дальше. Но об этом мы расскажем вам на следующих лекциях немножечко. Соответственно, что мы можем делать с блоком? Конструктор, да? Что он будет у нас принимать? Давайте он у нас будет принимать элемент, html элемент, и сохранять его. Сохранять ссылку на него. This l равно l. Соответственно, допустим, вот у нас были, скажем так, разделы на прошлом занятии. И мы их скрывали, показывали. Давайте создадим два метода для сокрытия блока и для его обратного показывания. То есть, пишем height, this l, set attribute, hidden, true. И метод show, который будет делать this l, допустим, remove, build, и здесь сделаем тоже hidden. Можно еще, допустим, сделать какой-нибудь метод, который устанавливает текст. Допустим, setText. Text. This l, text, content, равно, text. И, допустим, какой-то метод, который позволяет внутрь этого блока положить другой блок. Ну, вот, допустим, я так вижу, вот, мне вот хочется такой метод сделать. Позже увидим, зачем это может быть полезно. Append, например. Здесь блок. Какой-то другой. И мы делаем this l. Append. The child. Block. Точка l. Вот, взяли и создали блок. Отлично. Теперь что можем делать? Теперь, если мы возьмем и этот блок сюда заимпортим, по сути, блок. И еще надо будет в индексе HTML, разумеется, подключить еще один файл. Blocks. Blocks. Index.js. То мы можем, вот здесь мы делали application, да, получали ссылку на элемент. Мы можем делать вот таким образом. New block. Application. Вспомним, блок у нас принимает ссылку, блок у нас принимает ссылку на HTML элемент. И после этого, допустим, обернем в такую, скажем так, обертку вот это вот добро, вот это, вот это вот все. Обернем. Ну вот как-то так. И теперь у нас у всех этих методов, например, application, есть, вот у всех этих блоков уже, есть методы, которые мы там определили. То есть мы можем скрыть application, вызов один метод, а не писать каждый раз вот эту вот простыню кода. Ну, здесь пока еще не простыня кода, потому что это достаточно простой пример. Но если мы, допустим, на скрытии элемента хотим по воспроизвести анимацию, которая его там как-то плавно фейдит, потом там еще где-нибудь залогировать куда-то, еще много-много всего-всего, то здесь получится достаточно большая-большая-большая кусок кода. И с помощью такого способа вот мы можем, как бы, этот код весь не писать, а просто вызвать уже готовый метод. Например, если мы хотим, давайте сделаем вот так вот. Здесь сделаем return this, чтобы можно было чейнить эти вызовы. И, допустим, мы хотим в application положить все вот эти вот пять элементов. Мы делаем append, здесь делаем nav, здесь делаем login form, username div, какой-то email div, account div. Это сейчас пока не работающее приложение, я просто вам демонстрирую подход. То есть вместо того, чтобы каждый раз писать там append child, вот можно как-то чуть более красивше, мне кажется. Возможно, на каждый из этих append можно будет еще что-то навесить, то есть какое-то там логирование, какие-то дополнительные действия. Вот, то есть мы взяли, скажем так, по сути, сделали обертку над HTML элементом, который предоставляет дополнительные методы, которые нам могут быть полезны. То есть один из таких методов, например, on. То есть можно подписываться на какие-то события. То есть здесь пишем event, ну, собственно, перейдем callback и делаем this l add event. Ну вот, просто берем, по сути, копируем. Пока ничего сложного. И, соответственно, мы теперь можем подписываться на события, но уже не через методы, которые доступны в дом элементах по умолчанию, а через наши собственные методы. Если мы, собственно, в эти методы добавим еще какую-то логику, то, опять же, можно будет ее не дублировать в кучу мест, а писать гораздо короче код. Почему я это рассказываю? Давайте я скопирую чуть-чуть. Я готовился к лекции и, по сути, реализовал все те же самые блоки, модули HTTP, только чуть-чуть получше. То есть, например, HTTP теперь будет выглядеть вот таким образом, а сервис, юзер сервис, будет выглядеть таким образом. Что изменилось? По сути, в этом блоке, в этом методе изменилось совсем мало. Добавились такие вещи, как комментарии. Допустим, правила хорошего тона, как бы, заставляют, ну, не заставляют, а советуют писать комментарии к модулям, чтобы было понятно, что это вообще такое. Как бы, это вам понятно, что это модуль HTTP, который там делает запросы, но какому-то другому программисту, который придет в ваше приложение и разрабатывает его через несколько дней, может быть непонятно. Поэтому советую вам всегда писать вот такие комментарии. Здесь, в принципе, все остальное то же самое, а вот в юзер сервис методе добавилось что-то интересное. Так как мы, когда зарегистрируемся пользователем, мы уже знаем то, что в наше приложение пользователь там, допустим, имеет такой-то логин, такой-то пароль. Поэтому давайте, допустим, кэшировать эту информацию и каждый раз, когда нам нужно вывести логин или пароль или email или какой-то там, допустим, данные об очках пользователя, не ходить по сети с запросом, а сохранять эту информацию и получать ее сразу же. То есть мы в this user создаем ссылку на этого юзера, создаем ссылку на всех юзеров. Соответственно, метод out регистрирует нового пользователя, делает все то же самое. А вот метод getData, я его переименовал getData, был who.my, я переименовал getData. Так чуть более понятно. Он делает HTTP getMe, и если все хорошо вернулось, то есть если ошибок не было, то он сохраняет вот то, что нам вернул этот метод, в переменную this user. Соответственно, если мы захотим в следующий раз получить данные об этом юзере, то мы можем не делать запрос, потому что это дорого и долго, а получить эту переменную сразу вот как поле объекта. Вот, добавил метод, который загружает список всех пользователей. Кроме того, что он его загружает, он еще его сортирует определенным образом. То есть фильтрует. Например, у нас есть список всех пользователей, и есть пользователи, которым являемся мы. Давайте, допустим, в списке всех пользователей себе отметим какой-нибудь звездочкой, и на табличке выведем нашу строчку с нашим именем, например, полужирным шрифтом. Так как метод API возвращает просто список всех пользователей, но это было бы как-то странно, если бы он возвращал разным пользователям разные списки, то сделаем это на клиенте. То есть отфильтруем список пользователей, и если у пользователя имейл совпадает с нашим имейлом, то, допустим, пометим ему какой-то флажок mi равно true. Ну и какой-то смогательный метод, который проверяет авторизован ли пользователь. По сути, он возвращает просто вот такую вещь. Как бы пока пользователь не авторизован, у нас this user равно null, а когда мы им авторизуемся, вот здесь вот мы присваиваем this user равно user data, и после этого мы понимаем, что мы уже авторизованы. Чуть-чуть блок, здесь, в принципе, почти то же самое, но чуть-чуть более, ну как, более правильно. Ну, по сути, вот это вот все то же самое, а вот интересный метод вот такой. Так как в нашем приложении может часто потребоваться создание блока, там, допустим, с какими-то параметрами. Ну, то есть мы хотим создать заголовок, ему сразу присвоить текст, какой-то класс name, какие-то атрибуты повесить. Давайте вот здесь в конструкторе блока создадим какой-нибудь статический метод, который это делает за нас. То есть что мы делаем? Создаем документ createElement, придумываем сюда tag name, для каждого класса добавляем его в список классов, и вот есть объект с атрибутами, навесим нашему блоку, а какие-то атрибуты. И, собственно, вернем new block вот L. И теперь вместо того, чтобы создавать, например, здесь, вот где у нас было, здесь вот у нас constButton, вот тот же самый код, мы можем вместо такого добра писать вот так вот. Create. И здесь мы что передаем? Имя тега input, список классов у нас пустой, и список атрибутов у нас вот typeButton. и data section, что было у нас section 0. Вместо пяти строк получили одну. У нас был nav, nav это блок, соответственно, делаем nav, append b. То есть, таким образом мы просто сократили наш код. Вот такая конструкция может понадобиться еще много где. То есть, у нас, если есть еще места, где мы создаем блоки в нашем приложении, их может быть масса, то мы можем создавать их намного быстрее. За счет того, что мы повторяющиеся кодов больше не будем использовать. Перейдем чуть к лекции. То есть, мы знаем, практика, шаблонизация. То есть, как у нас еще раз было? У нас была такая история. Мы на каждый компонент просто писали простуднюю кода, типа createElement, вызовы метода fpi, classListAdded, textContent, что-то там устанавливали. И используя модули, то есть, инкапсулируя логику, вот такой вот код в какой-то блок, мы можем перейти... Переключается. Что происходит? Шло. Не, ну ладно. Ужас. Блин, здесь нету этого, да? Вот, отстой, я не сделал этот слайд. Ну ладно. Ну, в общем, мы вот от такой картины, вот от такой переходим, вот к такой картине, по сути. И это, ну, ускоряет разработку. Двигаемся дальше, как говорится. Какие у нас еще могут быть, понадобятся компоненты в нашем приложении? Ну, у нас есть форма входа, форма регистрации, допустим, на нашей странице. Две разных формы. И писать для создания каждой формы одни и те же куски кода было бы как-то странно. Поэтому давайте создадим компонент с обычной формой и будем его переиспользовать. Создаем блок new форм форм дайте так, индекс делаем такую вещь, как всегда здесь const блок равно window.block класс форм какой-то конструктор и экспортируем это все добро window.form равно форм какие у нас данные характеризуют форму? У нас у формы есть список полей, да? Давайте, допустим, придумаем какое-то описание этих полей и передадим это в конструктор. А уже внутри конструктора будем генерировать именно html документы. То есть html элементы. То есть, допустим, передаем сюда какой-то массив fields fields и, допустим, итеррируясь в цикле надо сначала создать элемент create элемент здесь в цикле мы делаем такую вещь create каждое поле это у нас input список классов лежит, допустим, здесь и список атрибутов лежит, допустим, здесь и делаем this .append f чтобы this в этой функции был равен тому же, чему нужно, надо сделать bind тот самый и и обязательно этот блок у нас отнаследуем вот этот блок форм мы отнаследуем от блока блок конструктора и еще надо вызвать метод super вот так что произошло мы передаем в конструктор формы просто массив полей ну по сути каких-то объектов которые описывают поля формы и и в этом конструкторе мы создаем элементы с этими полями и добавляем в нашу форму соответственно, если мы подключим этот файл на страницу вот здесь form index.js, да, отлично и, допустим, в main.js это вот все добро давайте закомментируем создадим какую-то форму так вот это вот мы, пожалуй, оставим const my допустим логин не логин, что там форма регистрации, да у нас еще не было формы регистрации зададим форму регистрации пишем new форм продаем массив массив объектов в каждом объекте у нас есть classes это список классов вот как здесь указано field classes и actors это список атрибутов список атрибутов положим у нас какие есть атрибуты у импута type текст что у нас еще у импута placeholder да, placeholder допустим атрибут required который говорит о том, что это поле обязательно и допустим атрибут name, который позволяет задать ему поле имя то есть это юзер юзер name у нас так не здесь, здесь и мы можем, допустим, хотим несколько текстовых полей то есть есть текст здесь email введите ваше ваш email required name email а у нас еще может быть, допустим, возраст пользователя то есть введем здесь, допустим, type text name age и допустим ну и кнопка submit соответственно, type submit здесь ничего нету здесь ничего нету а ва-ле-равно а ва-ле-равно вот и вставим наш signup form в application так как application у нас блок, то у application есть append signup form так как у нас signup form это блок, то у signup form есть такая штука, как он он можем подписать на события сабмита submit допустим, здесь console.log submit signup давайте вот отсюда из этого добра удалим вот этот код и запустим его в браузер, посмотрим, что получилось ничего не получилось ничего не получилось, потому что что-то не так скрипт, индекс html если если можно добавить специальный метод, типа remove и отвязать да смотри можно ее взять например здесь в методе блок вот уже не вот так вот сделать а допустим сделать this fun да push callback а потом доставать а потом доставать оттуда то есть можно вот этот он делать гораздо более сложным например, интересный прием это когда вот в таких функциях подписки на события возвращаются функции, которые нужно вызвать, чтобы от этого события отписаться то есть делаем return function здесь делаем this l remove remove event listener вызываем его с теми же аргументами ну и соответственно, чтобы this сохранить делаем тот самый bind о котором говорил Дима и теперь, когда мы вызываем on он возвращает функцию и чтобы отписаться от этого события надо просто вызвать эту функцию и все то есть смотрите уже не простая подписка на события а уже вот какая-то логика добавилась и такой логики в процессе вашего приложения может быть все больше и больше то есть не надо с нисхождением смотреть что я более длинные строчки кода заменяю на чуть-чуть более короткие потому что на самом деле их потом может добавиться много-много-много всяких разных давайте поймем в чем ошибка здесь потому что я это 404 что я где-то там что-то вызвал сложно очень сложно наверное делать а нет htp user services modules а точняк вот да опечатка отлично работает то есть смотрим что у нас было у нас был по сути как бы массив таких вот объектов которые менять можно легко и на основе этого массива создалась такая форма и причем как бы вот она работает все атрибуты правильно указаны я введу здесь имя допустим введу здесь какую-то строчку он мне скажет что адрес электронной почте должен быть таким-то таким-то а что еще можно делать с формами допустим мы рядом с формой положим файлик со стилями допустим назовем его форм точка css и здесь опишу например то что input у нас будет отображаться как дисплей блок допустим мы зададим вид 60 процентов отцентрируем его по середине сделаем font size побольше например 16 пикселей margin bottom 3 пикселя и теперь когда мы рядом с этим вот вместе с этим gs файлом подключим здесь этот же css файл то есть блоки на самом деле компоненты могут инкопсулировать себе не только gs файлы но и логику отличающую за отображение то есть если у нас какие-то кнопочки отображаются ну у каждой кнопочки есть какие-то стили там например margin border это все можно положить в отдельный css файл положить рядом с кнопочкой да и использовать вот вместе соответственно если мы захотим поменять какую-то кнопку нам не надо будет искать по всему длинному main css искать где там эта кнопка объявлена а изменить только вот здесь эту штуку соответственно если мы допустим будем делать второй проект вторую игру то он просто берем вот эту папочку форм копируем и вставляем в тот проект подключаем в индекс html и мы можем использовать эту форму которую мы написали здесь уже в другом проекте то есть модюли позволяют переиспользовать ваш код не только в пределах одного проекта но и в пределах нескольких проектов. Подключим, соответственно, вот сюда blocks block index форм форм и обновим страницу и видим, что у нас уже все поменялось. То есть вот такая вот штука. Да? Что-что? Где input? Вот. Input у нас здесь. То есть что мы делаем? New form. А в new form что происходит? Const field равно block create. И вот он input. То есть у нас форма знает, как создать саму себя. Мы в форме передаем, скажем так, инструкцию. Вот сделай мне такие-то поля, пожалуйста. А она уже внутри себя это делает. Вот таким образом логика инкапсулируется. Давайте я возьму эту форму. У меня здесь есть какой-то код. И скопирую кусочек кода, уже написанный заранее. Что здесь добавилось? По сути, конструктор точно такой же, он вообще никак не изменился. Добавился callback non-submit и функция reset. То есть форма может зарезать с помощью этой функции. И функция non-submit, по сути, вешает callback non-submit. Что происходит в функции non-submit? А когда мы субмитим форму, по идее мы хотим получить объект с тем, что введено в эту форму. И как мы делали это раньше? Раньше мы здесь делали вот такую вещь. Получали у логин форм элемент, у элемента искали email, у элемента искали username. Обменяли это все в объект. Если у нас в форме, допустим, много полей, там, допустим, 10, то нам придется 10 раз эту строчку продублировать. Слишком стремно. Давайте, допустим, сделаем метод, который это делает за нас. Опишем его один раз, вот здесь, в функции формы, и больше о нем забудем. И будем знать, что у нас есть non-submit, которым можно передать callback, в который у нас попадет объект уже с полями формы. Что здесь происходит? Ну, во-первых, тот самый prevent default, о котором там не могли никак договориться коллеги наши. Получаем ссылку на elements, и для всех элементов этой формы берем, сохраняем валю этих элементов в форм дата, ну, просто объект какой-то, и вызываем функцию с этим объектом. Таким образом, в main.js мы теперь можем написать вот такую вещь. Не on-submit, а signup.form. Вот такую вот штуку. Функция, здесь data, и вывести эту дату. Допустим, таким образом. вводим имя, вводим email, вводим возраст, нажимаем зафиксироваться, и видим, что в консоли у нас вывелся объект. В нем есть... в нем есть age, email, юзернейм, все, что мы ввели в форму. Па-па-ра-па-ра-па-па. Вот. Что у нас еще в нашем приложении будет? Давайте еще один компонент создадим, чтобы окончательно продемонстрировать. Ну, точнее, не создадим, а я его уже готовый скопирую, но суть та же самая. У нас есть таблица с лидерами, ну, с юзерами, списком пользователей. Давайте создадим компонент, который позволяет эту таблицу, скажем так, рисовать, создавать. Создаем еще один блок. New. Вот здесь есть какой-то JS файл. Давайте прям так и сделаем. Scoreboard, scoreboard. По сути, что у нас в индекс.js? То же самое, как scoreboard, extends блок. Здесь мы даем какой-то метод, апдейт, передаем в него список юзеров, и с помощью какой-то логики, просто генерируем набор строчек в таблице. Вот. Ну, тут, по сути, ничего интересного. То есть, createElement написал, решил написать по старинке. То есть, чувствуете, делаем что-то более сложное, чем форма входа, и у нас уже какие-то повторяющиеся строки. Но мы об этом, как бы, вот эту проблему мы решим чуть-чуть попозже. И, соответственно, теперь мы можем создавать наш scoreboard. Передаем в... New scoreboard. Перейдем в конструктор массив пользователей. здесь у нас есть email и score. Email, score и me. Email. email 2 какой-нибудь. вставляем этот scoreboard на нашу страницу. Кроме этого, надо будет еще его подключить. Последние пару секунд. Сейчас все будет готово. И еще JS-файл. Если я все правильно сделал, что-то неправильно сделал. А, да. Я неправильно создал. У меня New scoreboard ничего не принимает, но у него есть метод update. Вот так вот это работает. Вот. И мы получили таблицу с нашими пользователями. Почему-то у нее... Почему-то у нее здесь не совсем правильно. Класс не... Папара-папа... Папара-папа... Фиг знает. Ну ладно. В общем, суть в чем. Создали небольшой компонент наш сейчас строк-кода. И теперь мы можем клепать таблицы со списками юзеров просто и быстро. Вот такой вот коротенькой штучкой. Причем это я здесь как бы задал свой из головы. Как бы просто сгенерировал. А по сути это будет просто ответ вашего API. То есть, как это будет выглядеть на практике? У нас есть юзер-сервис, напоминаю. У него есть метод load users list. Соответственно, здесь callback какой-то, да? Функция. Ну, функция есть R и users. И мы делаем такую вещь. Мы создали нашу скорость где-то там. Ну, один раз представьте приложение создали объект с таблицей. А вставили его на страницу. И теперь здесь мы делаем такую штуку. Users response сервера вставляем вот сюда. И каждый раз, когда у нас будут обновляться данные на сервере, мы просто будем вызывать user-service load users list и у нас будут перерисовываться данные в таблице автоматически. То есть, мы уже где-то там запрограммировали эту перерисовку, а здесь мы просто видим то, что user-service, загружаем список юзеров и обновляем таблицу с пользователями. Отлично. То есть, вот какая-то большая часть логики по сути скрылась всего в пяти строках кода. То есть, ну, я просто зачем я это демонстрирую? Как бы ничего нового, ну, никакой новой информации в этом нету, но я просто показываю на примерах, как можно вот это все вот этим всем взаимодействовать. Сейчас перейдем к более интересным вещам. Я скопирую последнюю часть, которую я написал подготовительно. Здесь на что? Здесь у нас все то же самое, только чуть более, ну, красивенько, скажем так. Ближе к тому, что мы делали в прошлый раз. У нас есть какой-то app, у нас есть nav, в нем есть кнопки, те самые кнопки навигации, которые были в менюшке. У нас есть sections, то есть, это те самые секции, то есть, видите, как это все выглядит? У нас теперь секции не здесь, у нас теперь нету на странице ничего. По сути, здесь просто пустой, ну, пустой боди. Вот эти вещи можно было тоже сгенерировать автоматически, но я уже не стал. И структура предложения, то есть состав документа создается в коде, причем создается не документ, create элемент, а вызовом больших, вот крупных методов, типа блок create, new form, и вот такие вот всякие вещи. Sections – это список всех, скажем так, страничек нашего приложения, то есть есть секция с формой логинов, секция с формой авторизации, и мы добавляем наши секции сюда, делаем какой-то sign-up form, добавляем заголовок, делаем какой-то out form, добавляем у заголовок, делаем таблицу со списком юзеров, добавляем ей заголовок, ну и здесь навешиваем какие-то события на клике. Он submit, он submit. И обновляем нашу страницу, ничего не работает, ожидаемо. Почему не работает? Потому что я что-то не так назвал, наверное, да? Фиг его знает, что произошло. Все работало. Не-не-не-не-не, все работало, просто я что-то, видимо, не так сделал. А, у меня вот здесь еще вот это вот было точно. Да, была вот такая штука, ну и по сути почти то же самое, только вот теперь это все работает не в одном файле, не в одном файле, как было тогда, а разбито по модулям и красиво сгруппировано. То есть то же самое авторизация, форма авторизации, то, что я показываю, регистрация и таблица лидеров. Пока это не работает, потому что я не до конца дописал, но добавить что-то, по сути, я не написал, просто здесь консоль лог, а надо не консоль лог, а определенные действия еще пару строк-кодов. Перейдем к новому чему-то, то есть еще немножечко лекции. Итак, мы поговорили про то, как разрабатывать модули, написали несколько простых модулей по работе с сетью, по работе с методами API, написали несколько компонентов, то есть модулей, которые позволяют адресовать какой-то элемент управления на странице. Поговорим о такой вещи, как шаблонизация. То есть, как мы только что делали, чтобы создать какой-то элемент на странице, мы создавали какой-то блок через методы API браузера document create element, добавляли этому блоку какие-то классы, добавляли этому блоку какой-то текст и вставляли его на страницу через методы DOM. Это хороший способ, но если у нас на странице становится очень много элементов, то это делать становится очень сложно. То есть, представляете, если на странице тысячи элементов, то выполнить тысячу раз одно и то же, даже если это в цикле, это выглядит немножко неудобно, некрасиво, это медленно будет работать, я вам даже больше скажу, и в целом это будет очень сложно рефакторить и разбираться. Вот. Поэтому, вместо того, чтобы создавать структуру DOM объекта, DOM элемента вот методами API можно поступить чуть-чуть проще. Можно задать какие-то данные, создать какой-то блок и присвоить этому блоку через свойствование HTML какой-то готовый кусок HTML-кода. В JavaScript есть такая вещь, как шаблонные строки. Мы можем написать шаблонную строку с HTML-разметкой, а сюда через специальный синтаксис вставить текст и присвоить эту получившуюся HTML-верстку через HTML-блоку. Соответственно, таким образом мы взяли и создали какой-то кусочек дом-дерева, какой-то дом-элемент, и потом его уже ставили на страницу. Согласитесь, это как бы один и тот же кусок кода, но по сути делает одно и то же, но вот это выглядит немножко проще. Здесь сразу понятно, что мы получим в итоге, а вот по такому коду это понять немножечко сложнее. Программисты, фронтенд-разработчики пошли дальше и подумали, что можно не писать вот эти строчки с шаблонами в JavaScript-файле, а можно их выносить вообще в отдельный файл. То есть создаем файл .txt, в нем пишем кусочек HTML-разметки со специальным синтаксисом, то есть добавляем вот такие специальные атрибуты, например, сюда инлайн-перемену title, здесь, например, выполняем какой-то JavaScript-код, итерируемся по списку, ну, по объекту, по массиву, для каждого элемента вставляем какой-то li, вот, и дальше уже в процессе работы мы читаем содержимое этого файла, каким-то образом через специальную функцию его прогоняем, делаем вот эту автозамену, то есть заменяем title на то, что должно, получаем готовую HTML-верстку и вставляем ее уже в вне HTML-элемента. То есть таким образом мы получаем какие-то микрошаблоны, мы отделяем логику компонента от шаблона, шаблоны у нас лежат в отдельном файле, и так как у них уже специальный синтаксис, то эти шаблоны, ну, со специальным синтаксисом уже чуть проще править. вот. И следующий логический шаг на этой, так сказать, в этой, в истории этого подхода это создание своего собственного языка шаблонов, то есть, например, вот XML-подобный язык шаблонов FEST, который разрабатывается в компании Mail.ru, и здесь уже можно определять свои собственные теги, свои собственные правила, каким-то образом специальным описывать наш шаблон, а специальная функция, по сути, преобразует этот шаблон, распарсит его, преобразует его в JavaScript-код, которым будем вызывать и получать готовую верстку, то есть, готовые HTML-строчки. То есть, как это работает? У нас есть файл с шаблоном. Специальная программа, этот файл с шаблоном преобразует файл с функцией, с JavaScript-функцией, и эту функцию мы вызываем со специальными аргументами, она нам возвращает строку в HTML, готовую в HTML. То есть, мы вызываем функцию, она возвращает нам HTML, вызывая функцию с разными аргументами, она возвращает нам разные HTML, соответственно, мы его можем использовать. И вот этот подход, это и есть шаблонизация. То есть такая история, когда мы выносим компоненты в верстку компонентов, в отдельные файлы с шаблонами, а в самом компоненте мы не руками создаем элементы через document.create.element, не шаблонную строчку присылаем через виниру HTML, а файл с шаблоном лежит вообще рядышком. В чем еще преимущество шаблонов таких? В том, что они позволяют нам защититься от атак, например, таких атак, как cross-tab scripting. То есть если в этом месте, в этом коде, в data-текст будет находиться, например, строчка с тегом script, и внутри будет alert 1, то когда мы ее вставим в эту строчку, то, по сути, она ставится так, как есть. Оставив ее через виниру HTML, бразвилер расправится этот тег скрипт, выполни то, что там написано. То есть если нам в сервер придет data.text какими-то невалидными данными, например, text script или какая-нибудь картинка с атрибутом onerror равно alert 1, то, по сути, у нас в приложении появляется уязвимость, через которую можно взять и, например, украсть наши куки. Чуть подробнее про уязвимости будет на следующей лекции. Соответственно, если мы используем шаблонизацию в компонентах, то разработчики шаблонизаторов, они предусмотрели такую возможность, вероятность такой атаки и вшили в шаблонизаторы защиту от XSS-атак. То есть они экранируют специальные символы, которые мы там передаем, фильтруют и используют шаблонизацию, шаблонизаторы, их просто немного безопаснее. То есть преимущество в итоге 2. У нас верстка компонента описывается в отдельном файле, который можно легко использовать. И второе преимущество в том, что шаблонизация гораздо более безопасна, чем просто вставлять что-то в HTML в обычной строкой в джуаскрипте. Именно поэтому шаблонизация – это тот подход, который сейчас наиболее часто используется в разработке компонент. То есть если мы хотим создать какой-нибудь компонент, например, таблицу лидеров, то мы создаем модуль, допустим, scoreboard.js, рядом с ним кладем scoreboard.tmpl, template какой-нибудь, и scoreboard.js используем функцию, в которую компилируется наш шаблон специальной программы. Вот, компиляция шаблонов – это отдельный шаг в создании нашего приложения. То есть если мы клоним репу, то перед тем, как запустить наш проект, мы запускаем специальную программу, которая с .tmpl файлов создает .js файлы. Эти .js файлы мы загружаем на страницу и используем уже в наших компонентах. И примерно так выглядит workflow разработки, фронта-разработки, но в основном в компаниях, в крупных компаниях и в проектах. Ну, продемонстрировать мы это на практике. Есть такая штука, как ПАГ, если мне интернет позволит загрузить ее. То я продемонстрирую, как они используются. О, отлично. Вот. Ну, это просто один из шаблонизаторов. Вы можете в своей работе использовать любой другой. А это npm-модуль, то есть его нужно будет поставить из npm. Сделаем. Сэмпл. Угу. 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 Так, мне нужно будет взять еще одну штуку. npm. npm. Это без нее не будет работать. npm-сталпак, минус-минус, сейв. Устанавливаем его в наш репозиторий. И что мы получаем? Что здесь этого нет? вот надо было его поставить ну его тоже поставим то есть пак это библиотека а пак ли это модуль который позволяет ее использовать из командной строки вот и положим здесь скоро борт такую вещь как папара как это называется правильно допустим назовем ее файл с текстом шаблона у шаблонов в паге есть специальный синтаксис то есть его можно посмотреть минут есть документация то есть допустим вот делаем такую штуку получаем body какой-то делаем input получаем не будут соответственно но я это синтакси знаю вы его чуть почитайте тоже узнаете он достаточно простой то есть выглядит таким образом ты был здесь есть ты здесь есть т.р. т.х. равно по-моему через равно а вот так не через равно а через это вот здесь есть цикл и вот такая опять структура т.р. 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 б Я не хочу эту штуку. 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 Через минус O куда ее скомпилировать и минус C это специальный ключ, который говорит о том, как именно ее скомпилировать. То есть напишем в секции package.json script и здесь пропишем такую команду. Как правильно, минус C минус P. минус O. Вот, и если сейчас мы ее вызовем, надеюсь, ничего не упадет. Что она создала? Что-то не то. Что это делал? А, ужас. А, ужас. Что ему не нравится? А, да, точно. Я не знаю, что ему не нужно. Что ему не нравится? Что ему не нравится? Что ему не нравится? Да, ужас. что было да наконец мы это смогли ужас ну там все плохо было паг всеми любимой ну короче да вот надо закончить лекцию практика была в общем суть суть всего этого действа в чем была в том что используйте ну во первых не пишите весь код в одном файле а используйте модули, компоненты, блоки вот это все и второй вывод из этой лекции в том что для сформирования дома есть много способов можно его формировать вручную можно чтобы он был уже готов в html а есть и можно использовать шаблонизаторы и шаблонизаторы это в принципе самый нормальный способ это делать потому что ну они позволяют гораздо удобнее это делать вот один раз надо будет помучаться и выучить весь этот синтаксис но после этого после этого сама работа идет уже быстро и удобно да вот на этом наверное все есть как всегда в конце лекции ссылки на дополнительный материал то есть можно прочитать про замыкание про ECMAScript 6 модули несколько примеров шаблонизаторов и чуть подробнее про шаблонизацию вот а на этом все спасибо и увидимся на следующей лекции спасибо 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 спасибо